по краю горловины петли у меня набраны и сейчас давайте внимательно посмотрим у нас у нас здесь есть росток вот этот вот эта вот разница между вырезом спинки и вырезом переда называется росток для того чтобы наш капюшон не тянул нам нужно провязать укороченными рядами несколько рядов с этой стороны и с этой стороны во время вот этого провязывания петель у нас очень мало во время этого во время провязывания вот этих укороченных рядов мы здесь добавим несколько петель и с этой стороны тоже добавим несколько петель провязывать укороченные ряды мы будем сначала до регланной линии спинки развернусь провяжу назад еще раз развернусь провяжу до середины реглана до середины вот до середины простите рукава опять развернусь провяжу назад еще раз развернусь и провяжу до регланной линии итак давайте посмотрим как мы это будем делать работа на самом деле совершенно несложная вязать я пока буду все травкой где наша петля вот она и так вяжем изнаночные у нас лицевая гладь должна быть на лицевой стороне поэтому я просто провязываю изнаночными петлями до регланной линии по спинке итак вот она наша петля на регланной линии спинки сейчас нам нужно разворачиваться и как обычно в укороченных рядах я делаю накид и снимаю первую петлю не провязанной делаем накид снимаем одну петлю и дальше я довязываю ряд до конца итак вот что у нас получилось и сейчас будем разворачиваться вот в этом и так следующий вяжем ряд изнаночный вот здесь вот вытянем одну петлю добавим ее из протяжки вытянем одну петлю вот здесь из регланной протяжки тоже провяжем ее и провязав 4 петли из расстояния рукава я разворачиваю работу делаю накид на правую спицу снимаю одну петлю и вяжу этот ряд до конца вот что у меня сейчас получается на этом этапе разворачиваю опять работу и теперь вижу до вот этой линии добре до реглана между полочкой и рукавом середине добавлю еще одну петлю из протяжки провяжу ее изнаночной скрещенной и вот она наша регланная линия еще одна петля вот мы довязали до нашей регланной линии между полочкой и спинкой и опять разворачиваем работу делаем накид на правую спицу снимаем одну петлю и вяжем назад вот что у нас получилось сейчас мы сделаем еще один разворот не доходя до регланной линии несколько петель то есть вот разворачиваться будем в этом месте и так вяжем где средине еще одну петлю добавим вытянем ее из протяжки из провяжем изнаночной скрещенной и оставим не провязанными мы примерно 5 петель 45 петель разворачиваем ся делаем накид на правую спицу снимаем одну петлю все делаем как как и раньше и довязываем этот ряд в обратном направлении до самого конца итак вот такой подъем у нас получается вот здесь у нас наборный ряд вот такой подъем я считаю что этого подъема будет достаточно для того чтобы перекрыть наше расстояние и теперь мы вяжем в обратном направлении до конца до до самых последних петель и нам нужно будет сделать то же самое на правой половинке нашей работы и так вяжем изнаночные петли внимательно смотрим где у нас попадаются наши накиды то есть где где у нас есть наши места разворотов и так здесь здесь конечно плохо видно но я чувствую что вот это вот петля после вот этой петли у меня есть накид вот он вот я петлю провязала вот он мой накид я переодеваю изнаночную петлю и накид поменяв расположение стенок и провязываю и это все классической изнаночной петлей в общем при такой лохматости работы наверное это не столь важно но я люблю когда все сделано правильно и так еще одна петля вот еще один накид переодеваем накид переодеваем изнаночную петлю и провязываем это все вместе со следующей петлей классической изнаночной вяжем так вот еще у меня один накид петлю я провязала накид с петлей переодеваем чтобы они легли бабушкиными и провяжем ее классической изнаночной петлей вместе и так вяжем и так вяжем вот у меня еще одно место разворота переодеваю накид переодеваю петлю и провязываю вместе со следующей петлей изнаночной классической и так все все места разворота мы с этой стороны ликвидировали сейчас мы будем делать то же самое с правой стороны нашей работы сейчас довязываем этот ряд до конца без изменений мы вяжем это все изнаночными петлями по стольку поскольку мы сейчас в изнаночном ряду в изнаночных рядах у меня везде изнаночная гладь рисунок я менять на капюшоне не собираюсь и так этот ряд у нас довязан до конца теперь нам нужно сделать точно такую же завышение с этой стороны то есть сейчас мы довязываем до нашей регланной линии между рукавом и спинкой и разворачиваемся и так сейчас мы вяжем все в лицевом ряду первая регланная линия между полочкой и рукавом пройдена мы вяжем до 2 регланной линии вот она у нас вторая регланная линия и мы здесь разворачиваемся как и в прошлый раз вместе разворота мы делаем накид снимаем петлю нить у нас теперь перед работы потому что она должна быть на изнаночной стороне и вытянем здесь две дополнительные петли из протяжек между нашими петлями провяжем их изнаночной скрещенной и довяжем вот здесь вот тоже вытянем еще одну петлю довяжем этот ряд до конца и так следующий мой разворот на середине рукава вот она наша регланная линия мы ее провяжем провяжем еще несколько петель на рукаве и развернем работу сделаем то же самое сделаем накид снимем одну петлю оставив не на изнаночной стороне и провяжем обратный ряд добавим здесь петлю на расширение капюшона и вытянем еще одну петлю вот здесь итак ряд довязываем до конца и так провяжем еще один лицевой ряд и теперь нам нужно развернуться над регланной линии которая у нас разделяет полочку и рукав довязываем разворачиваемся делаем накид все как и раньше в предыдущей в левой половине нашей работы и вяжем изнаночный ряд в середине этого ряда вытянем одну петлю и провяжем ее тоже изнаночной скрещенной увеличив количество петель таким образом и довяжем наш ряд до конца разворачиваем работу и у нас еще один разворот на середине корловины вот примерно в этом месте разворачиваем работу делаем накид снимаем одну петлю и провязываем изнаночный ряд итак вот этот вот подъем справа мы тоже уже провязали теперь следующий в следующем ряду мы внимательно смотрим где у нас места разворотов потому что нам накиды которые мы делали нужно будет ликвидировать и так вяжем вот у нас встречается накид и петля вернее наоборот сначала петля потом накид вот она наша петля вот вот она наша петля и вот он накид который мы делали мы просто провязываем это накид со следующей лицевой петлей вяжем дальше и вот еще одна петля и накид они располагаются очень близко их трудно пропустить петлю провяжем отдельно а накид провяжем со следующей петлей дальше смотрим вяжем вот она петля которую мы провязываем отдельно от накида и вот он наш накид накид со следующей петлей все это провязываем еще одна петля и еще один накид и это с этой стороны это у нас последний разворот вяжем капюшон дальше теперь мы его будем вязать именно по той схеме по которой я вязала всю безрукавку то есть 6 рядов травкой и 4 ряда шерстяной ниткой сейчас травка у меня идет второй ряд то есть вот это вот это вот вот эту часть я не в расчет не беру здесь все развороты мы уже ликвидировали с этой стороны поэтому просто довязываем ряд до конца итак вот такая линия у нас сейчас получилось у нас вот здесь вот такое увеличение за счет провязана укороченными рядами и на мой взгляд это достат этого этого вот увеличение относительно спинки на мой взгляд достаточно для того чтобы капюшон нормально сел продолжим работу над капюшоном в изнаночном ряду и в середине то есть вот по спинке я хочу добавить еще три петли то есть я добавлю вот здесь на 3 над одной регланной линии над второе регланной линии вокруг спинки и в середине вытянув по одной петли сначала рядом и вяжем без изменений провязываем все петли которые у нас есть на спицах и внимательно следим за нашими регланными линиями регланная линия между полочкой и спинкой у нас уже пройдено следующая регланная линия у нас между рукавом и спинкой вот здесь вот я сделаю 1 накид и вяжу дальше в середине спинки я тоже сделаю 1 накид петель здесь еще пока немного вот наша регланная линия и я тоже делаю накид и пока это все прибавки которые я хочу сделать следующем лицевом ряду я буду провязывать мои накиды лицевой скрещенной петлей чтобы не образовывать дырочек потому что ажуров мне не нужно но их их видно конечно не будет но все равно я хочу выполнить работу так как она должна быть выполнена вне зависимости видны будут мои огрехи снаружи или нет но лишних проблем я создавать себе не хочу и так дальше вяжем вверх по ритму который мы которым мы вязали всю безрукавку 6 рядов травкой 4 ряда шерстяной ниткой серой безрукавки в работе над капюшоном после того как я провязала вот это вот расстояние я продолжила вязать ровненько вверх у меня получилось в общей сложности 75 петель и на мой взгляд это абсолютно нормальная глубина капюшона дальше я вижу в том же самом ритме 4 ряда шерстяной ниткой и 6 рядов травкой собственно никаких изменений я пока вносить не собираюсь просто вижу вверх до необходимой высоты пока высота капюшона не отвязана поэтому продолжаем работу в работе над моим капюшоном я сейчас вот на этом этапе у меня провязано примерно 20 сантиметров я меряю по середине спинки потому что по краям у меня здесь разумеется расстояние гораздо выше 25 сантиметров постольку поскольку мы вязали вот это вот завышение умышленно это достаточная высота для того чтобы начинать формировать капюшон капюшон я хочу вязать пяткой то есть я выберу несколько центральных петель вокруг которых провязывая которые буду собирать вот так вот капюшон в стороны и так у меня в середине работы отмечены 15 петель вот они два маркера вокруг которых вот вот сейчас у меня работа сосредоточиться на вот этих 15 петлях я просто буду боковые боковые части подбирать то есть я буду вязать и походу закрывать по одной петле с каждой стороны столько поскольку дальнейшая работа у меня будет происходить на вот этих центральных 15 петлях то мне обе нитки нужны вот здесь принципе можно их просто срезать одну нитку срезать в моем случае травка травку и потом ее добавить здесь но я не очень люблю резать нитки поэтому я просто поступлю следующим образом я возьму обе нитки и провяжу вот этот вот ряд в две нитки конечно это даст определенное утолщение моей работы но во первых при работе с травкой этого не видно во вторых это никак не помешает моей дальнейшей работе и так вот часть вот эти часть моих петель стали очень очень толстыми вдвое толще чем обычная работа но я не думаю что нужно на эту на этот счет смущаться и так мы подошли к первому маркеру будем делать первую убавку сейчас следующие следующий по логике моей работы должна идти у меня шерстяная нитка поэтому я сбрасываю травку у меня осталось две петли не довязанными до маркера и теперь я возьму три петли вместе включая одну петлю за маркером то есть две петли до маркера и одну петлю за маркером и провяжу их вместе теперь я работаю только шерстяной ниткой я провязываю вот эти петли которые у меня между маркерами и оставлю одну петлю недовязанной и сейчас я должна сделать то же самое я одну петлю снимаю две петли после маркера провязываю и протягиваю вот в ту петлю которую я сняла и так три петли у меня сейчас закрыты я разворачиваюсь снимаю эту петлю и вижу этот ряд назад сейчас я работаю только с теми петлями которые находятся между маркерами и так вот она петля которую мы провязывали все три вместе я провяжу вместе изнаночной петлей вот вот эту петлю которая у меня была провязана вместе с предыдущей и следующую петлю я таким образом сокращаю петли и так переоденем переоденем это на правую спицу эту петлю и опять вяжем лицевой ряд вот он у меня уже маркер чувствуется под рукой я беру вот эту петлю снимаю провязываю следующую и и накидываю надевать переодеваю эту петлю назад и вяжу изнаночный ряд и так вот она моя петля в которую мы делали убавки я еще раз провяжу ее изнаночной вместе со следующей петлей разворачиваю работу и дальше по плану у меня должна идти травка меняем нитку переодеваем эту петлю назад и дальше работаем с травкой 6 рядов точно так же мы в каждом в конце каждого ряда последнюю петлю провязываем сад следующий то есть петли с которыми мы работаем вот они и каждый раз мы будем захватывать одну петлю из не работающих петель переодеваем назад на спицу разворачиваем работу вяжем изнаночный ряд здесь очень важно не пропустить не пропустить место где мы разворачиваемся то есть не провязать лишнего вот она моя петля и вот она следующая петля я провяжу все это вместе и нитку немножко подтяну потому что она растягивается разворачиваем работу переодеваем провязанную последнюю провязанную петлю назад на спицу и вяжем петли между маркерами подходим к последней петля и хватаем следующую провязываем ее и надеваем на провязанную разворачиваем работу переодеваем петлю назад и вяжем мы работаем сейчас только с петлями которые между маркерами все остальные петли у нас уходит в крайнюю петлю и так вот она наша петля провяжем вместе изнаночной вернем эту петлю на спицу и развернем работу вот что у нас получается в общем не очень конечно хорошо видно но должна образовываться вот такая косичка по такому принципу вяжутся пятки на носках я поэтому называю эту работу принципом пятки здесь у нас тоже образовывается вот такая же косичка и и разумеется совершенно не видно из-за наших махрушек но она там есть итак по этому принципу нам нужно собрать все петли которые находятся у нас за маркерами с одной и с другой стороны то есть по идее когда мы вот это вот все до вяжем у нас должно на спицах остаться должны на спицах остаться только те 15 петель которые расположены между маркерами 6 рядов травка у меня провязана мы теперь меняем нитку на шерстяную и делаем то же самое теперь уже с шерстяной ниткой ритм смены ниток мы соблюдаем точно такой же здесь нам не нужно никаких изменений пускай он также будет одинаково лохматый со всех сторон итак вяжем по этому принципу до тех пор пока у нас на спицах не останутся только петли между маркерами вот что у нас сейчас получается вот они наши маркеры вот петли начали собираться и вот здесь происходит то же самое то есть вот вот она по сути наша пятка в данном случае она конечно мало напоминает пятку потому что туда можно залезть всей ногой но могу мы сюда лазить не будем это капюшон будем надевать его на голову и так продолжаем работу над нашим капюшоном и я вернусь к ролику когда я соберу все вот эти петли которые у меня находятся за маркера и так работа над моим капюшоном закончена вот у нас маркеры которыми мы выделили 15 петель между которые мы вязали все остальные петли мы уже перестали вязать и у нас получилось вот такое вот соединение здесь у нас полоска идет вот так а здесь она идет перпендикулярно собственно все петли подобраны у меня вот на спице осталось 15 петель здесь краю на закрытый и собственно маркеры вот эти вот уже нам больше не нужны мы их отсюда снимем и работа над капюшоном у нас уже завершена